привет маленькие и не маленькие танкиста я играю в вот blitz уже более пяти лет у меня прокачаны все ветки есть почти все премиумные коллекционные танки я не предлагаю вам для набора подписчиков золота танков пропусков и прочего все равно те кто вам это предлагает ничего вам не дадут однако про игру вот длиться я могу много интересного вам показать и рассказать подписывайтесь на мой канал учитесь побеждать в боях ставь лайк все начнется и 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 умножить на 5. Вам очень даже помогут это сделать. Что касается танков, то эти танки премиумные и все хорошо зарабатывают серебро. Сами танки конечно лучше. Танков в ветке прокачки. Но эти танки уже давно появились в игре. Другим танкам улучшили броню и пробитие орудий. Теперь все защитники пробиваются. Их брони не спасают от снарядов. У меня есть три танка из этого набора. Не стал покупать АМЭ Дефендер. На восьмом уровне. А тем более девятом. Он будет легко подбиваться. Так как у него нет брони. А скорость не очень будет вас спасать. Сейчас в бой на этих уровнях. Стараются выходить на тяжелых танках. Все танки набора. Это танки восьмого уровня. Самый хороший танк этого набора. Это Дефендер МК первый. Он имеет скорость. Барабан на четыре снаряда. И хорошо бронированную башню. И с третий защитник и Т-28 Дефендер. Я на Самуа СМ. Спокойно пробиваю даже в лоб. Итак этот набор. Поможет вам заработать серебро. Поможет получить опыт для прокачки веток танков. Если у вас есть золото. То можете его купить. Но танки этого набора. Не самые лучшие на этом уровне. Это сейчас мы отряд защитников. А раньше были каждый сам за себя. Выполняли секретные задачи. Сражались за свои страны. Соперничали друг с другом. Годами рвали броню ради безопасности и порядка. Заслужили почет, медали и нашивки. Но тщеславие сыграло с нами дурную шутку. И мы не заметили, как над миром нависла угроза. Ими ей клан Киберлегион. Незаметно для всех он набрал силу и стал одерживать победу за победой. Его бойцы отличались строжайшей дисциплиной и неестественно четкой организацией. Словно ими управляла не личная воля, а единый невероятно мощный разум. Все оплененные боевые машины клан ставил перед выбором. Включиться в сеть и подчиниться. Либо отправиться на запчасти. Редкие смельчаки отказывались повиноваться. Их ждала незавидная судьба. Силы Киберлегиона росли с каждым днем. Для нас, защитников, пришло время забыть о соперничестве и объединиться перед лицом общей опасности. Так появился наш отряд. Мы ринулись в бой против Киберлегиона. Плавилась броня. Погибали танки. Мы были единым целым. Но для победы этого было мало. Нужен был разведчик Юркий Дерзкий. Мы не знали, что происходило за пределами нашего обзора. Надежда и силы нас покидали. Оставалось только обороняться. Внезапно появился он. Незнакомый, но очень похожий на защитника. Просто возник из пустоты. Пронесся вихрем по тылам, уничтожая ПТ-САУ на своем пути. Затем ушел из поля зрения. Я прибыл из будущего. Чтобы на этот раз битва не была проиграна. Познакомимся потом. А сейчас вот мои характеристики. Чтобы мы могли грамотно сработать. Барабан на четыре снаряда. Суммарный урон за барабан около 640 единиц. Время между выстрелами — 1,66 секунды. Перезарядка барабана за 14 секунд. Электромагнитный движок вместо устаревшего топливного. Высокая тяга вооруженность — более 20 лошадей на тонну. Отличная маневренность и максимальная скорость — 65 километров в час. В моем будущем клан «Киберлегион» захватил мировое господство. Но мы успели выяснить главное. За всевластием клана стоял не один «Киберразум». Их было трое. «Тигр-2», «АМХ-1390», «АТ-15». В будущем они достигнут предельного могущества и станут уничтожать всех подряд. И все потому, что отряд защитников позволит этому случиться, проиграв решающее сражение. Но я создан, чтобы все изменить. Первой целью гостя из будущего стала «АТ-15». Машина не ожидала такого поворота событий. Он воспользовался замешательством противника и разрядил в него весь барабан. Минус один. Со второй машиной пришлось посложнее. Бронированный «Тигр-2» был готов растерзать дерзкого пришельца. Но ничего не смог сделать. Превосходная динамика АМХ «Дефендер» и его пробитие базовым снарядом в 205 миллиметров решили исход схватки. Два танка из трех ликвидированы. Оставался последний. Это будущий «Кибербаджат». А пока еще АМХ 13-90. Это он соберет и возглавит «Киберлегион». Противник был неуловим. Он жалил нас, несмотря на весь наш опыт и мощь. Обессиленные скритованными модулями мы изо всех сил старались держаться. Потому что верили в новичка. АМХ «Дефендер» ринулся в атаку. В воздухе засвистели снаряды. На поворотах скрежетали гусеницы. Судьбу мира решит дуэль барабанов. «Дефендер» перезарядился на две секунды быстрее. Этого хватило, чтобы добить беспомощного противника. Технологии будущего оправдали ожидания. «Кибербаджат» вычеркнут из истории навсегда. Будущее спасено. Но место «Киберлегиона» займут другие противники. Мы выиграли сражение, но не войну. И защитники продолжат создавать историю. Теперь в полном составе. АМХ «Дефендер». Возьми будущее в свои руки. А вот этот с весьма грозным названием «Защитник». Если вы все-таки с ним знакомы, то вы либо старичок игры и имеете сия агрегация в мангаре. Либо встречали его в бою и с изумленным видом не понимали, что это за машина. А если все-таки не знакома, то возможно вы не так давно играете в эту игру. И в этом видео я подробно вам расскажу, как бороться с этим монстром, какие он имеет слабые стороны, а если все-таки он у вас именится, но вы не знаете, как им управлять, то выясним подходящую тактику игры. Ну что же, приступим. Для начала стоит отметить отдельной галочкой тот факт, что наш «Защитник» является премиум танком 8 уровня, достать который можно было всего пару раз. Но у нас речь сегодня не об этом. Если грубо говоря, то в нем можно увидеть черты уже знакомого многим легендарного ИС-3. Все верно, на деле это и есть тот самый танк, но при этом имеет одну отличительную черту, в которой не может похвастаться больше ни один из танков советской ветки. Речь идет про уникальную для этого агрегата систему заряжания на три снаряда. Ее нельзя назвать полноценным барабанным механизмом, как у французов или американцев, но тем не менее позволяет выдавать свои три снаряда гораздо быстрее, нежели прочие цикличные тяжелые танки. При этом за основу взят всеми любимый «Деструктор» со средним альфа уроном в 400 единиц. И вдобавок мы имеем относительно неплохое бронепробитие как на бронебойных снарядах, так и на кумулятивных. Но за все приходится платить, поэтому точность и сведение являются не самой лучшей стороной нашего орудия. Оптимальным решением будет придерживаться ближнего боя, ну или иногда средняя дистанция. Как и свойственно всем тяжелым советским танкам, наш защитник ничуть не уступает по мобильности. А это значит, что мы всегда бодрый и динамичный тяжелый танк, способный в кратчайшие сроки одним из первых занимать ключевые позиции на карте. К тому же и броня имеется. Она, конечно, не позволит гарантированно танковать все калибры подряд, но частенько сможет порадовать ее владельца чередой рикошетов и непробитий. Особенно от низкоуровневых танков. И не стоит забывать магические фальшборта. Вернемся обратно к нашему орудию. Как я сказал ранее, у нас имеется система заряжания на 3 снаряда, позволяющая стрелять каждые 7,5 секунд. После чего мы будем вынуждены уйти на полную перезарядку длиной почти в 25 секунд, если без амуниции. И здесь будет довольно тяжко привыкнуть к такому геймплею. Вроде бы на деле мы являемся классическим тяжелым танком, но при этом вынуждены отыгрывать от своего многозарядного орудия. Не каждому подойдет такой расклад. Итак, теперь же немного слов по тактике и как не стоит делать. Первым делом не стоит забывать, что мы тяжелый танк. А это значит, что нам будет комфортно играть с прочими тяжами. Особенно при поддержке союзников. И если мы находимся в топе списка, то мы вправе первым выбирать фланг наступления. И начинать планомерно его продавливать при поддержке союзников. И более того, защитник может позволить себе направиться на фланг средних танков. Грубо говоря, не стоит забывать, что вы в таких боях будете одной из ключевых фигур и составляете костяк своей команды. Выбираете направление, занимаете позицию, результативно вы даете свои три снаряда и на время скрываетесь с радаров противника. Либо эхидно разводите врагов на выстрелы своей прочной броней. Главное это всегда принимать активное участие в процессе сражения. Тогда вы получите море положительного настроения и неплохой запас серебра по окончанию боя. В случаях, когда вы находитесь внизу списка, внимание стоит обращать за другими тяжелыми танками, которые будут служить двигателем вашей команды. Ваша же роль будет заключаться в поддержке своих старшеуровневых собратьев. Использовать агрессивную тактику стоит только в меру. Однако для нас, как и прежде, лучше всего подходит ближний бой. Ведь советские танки для этого и строились. И на этом, пожалуй, все. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые видео. И удачи на полях сражений. До встречи! Министерство обороны СССР ТАТОВ получило достоверные сведения о разработке в Союзе супертанка ИС-3 «Защитник». Для достижения паритета были мобилизованы все ресурсы и передовые разработки в области танкостроения, физики и ядерной энергетики. Привлечены лучшие ученые и инженеры со всей страны. Как превратить обычную ПТ-САУ в мощный истребитель танков? Добавить атомный двигатель, пушку-рельсотрон с барабаном и экраны для защиты гусениц. Вот четыре причины, почему новый Т-28 «Дефендер» — прорыв в танкостроении. Мобильность Атомный реактор годами работает без дозаправки, выдавая 750 лошадиных сил. 30 км в час. Отличный темп, привесив 66 тонн. Защита Мощная силовая установка позволила усилить броню. У «Дефендер» — крытая башня и 215 мм брони во лбу. Средние танки восьмого уровня, и многие из тяжёлых бессильны против неё. А что же корпус? 203 мм спереди и 75 по бокам. На новой машине можно танковать ромбом. Пробитие Реактору под силу запитать пушку-рельсотрон. Высокая скорость полёта снаряда повышает бронепробитие. И у «Дефендер» оно на высоте. 225 мм базовым снарядом и 270 подкалиберным. Такова сила секретных технологий. Барабан Барабан на три снаряда делает атаки быстрыми и эффективными. 1200 единиц урона за 14 секунд. 21 секунда На полную перезарядку и выбор новой позиции. Т-28 «Дефендер» Новые технологии побеждают! У него было много имен. Объект 12.45 Зло из джунглей Железный призрак Тихий ужас Сейчас те немногие эксперты, которые знают о нём, используют название «Дефендер Марк-1», таким образом обозначая новую главу мирового танкостроения. Впервые он появился в скупых строках донесений африканской резидентуры. Агент «Рыбак» сообщает При зачистке в секторе 15.46 группа атакована неизвестными при поддержке бронетехники неизвестного типа. Агент «Фазан» База утеряна. Противотанковые средства бессильны. Слишком мощная башня. Из перехваченной радиограммы Источник неизвестен. Как видно, свидетельские показания противоречивы. Но в них было что-то общее. Был лишь один факт, на котором сходились все свидетели. Константин Черепашка. Инженер-гидравлик третьей категории. У машины подавляющая огневая мощь. Ещё бы! Барабан на четыре снаряда. Это были первые капли в потоке одинаково туманных докладных записок, шифровок и сводок со всего мира. Они принесли обрывки информации. Даже несколько сомнительных фотографий. Количество упрямо не переходило в качество. Аналитики зашли в тупик. Где и находились, пока один полковник генштаба не копнул поглубже и не поднял с этого информационного дна первый достоверный снимок Defender Mark I. Мы чудом разыскали копию этого снимка. Джон Смит. Специалист по ретушированию информации. Вот он. Вопросов стало только больше. Чей это танк? Почему он чёрный? Что это за свечение в моторном отсеке? Тайна чёрного призрака так и осталась бы похороненной. Помогла случайность. Снимок увидел Добрила Наумович. Мы разыскали этого человека. Я сразу понял, что это. Добрила Наумович. Старший специалист отдела уничтожения данных главного управления генерального штаба специальных операций. Накануне я видел запись допроса. Свидетеля. Они решили, что это оговорка. Бред. Вырезали. Отдали на утилизацию. А я посмотрел. Всегда так делаю. В этом фрагменте свидетель рассказывал, как из джунглей выехал чёрный танк. Экипаж подключил чайник прямо к двигателю. Пили чай. Ночью слушали группу «Саблакет» и не давали спать всей деревне. Магнитофон тоже подключили к мотору. Уехали бесшумно. Утром о ночных гостях напоминал только запах озона. Это был электродвигатель. Фантастический. Казалось бы, откуда? Я вспомнил. Пять лет до этого. Донесение из Кембриджа. Кембриджское донесение. Над Лондоном ясно. Утренние газеты читаются легко. Это был шифр. Сообщение гласило. Британским криптографам удалось подобрать ключ к секретным лабораторным журналам Максвелла. Идёт дешифровка. Бакты сами собой сложились в картину. В середине 20 века королевство теряет территории по всему миру. Но не интересы. Ему нужен новый инструмент. Орудие реванша. В это время на основе расшифрованных бумаг Максвелла британские учёные втайне собирают электродвигатель за предельных характеристик. Этот двигатель похож на передовые разработки других ведущих военных держав. Но сходство только внешнее. Сергей Хромонок. Испытатель кулачковых механизмов. Инженер. Их силовая установка использует какие-то неизвестные свойства поля. Разработку забирают военные. И создают то самое оружие, в котором так нуждается их страна. Defender Mark I. Он явно сделан на базе Центуриона. Он прекрасно бронирован, особенно в башне. При этом быстрее и манёвреннее прототипа. Он почти не теряет скорость при подъёме в гору. А это значит что? Высокая удельная мощность силовой установки. Из-за высоких показателей автономности Defender Mark I оказался востребован силами специального назначения. Орудие танка как нельзя лучше подходит для диверсии. Барабанная система заряжания, четыре снаряда с высоким пробитием, отличная скорострельность и быстрая перезарядка барабана. По сочетанию характеристик, Defender Mark I — танк следующего поколения. Я заканчиваю завистью, но не думаю, что её кто-то увидит. Этой истории просто не дадут выйти в эфир. По понятным причинам. Надеюсь, видео было вам полезным. Пока. Маленькие и немаленькие танкиста. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok